Всем привет! Красный цвет, потому что у нас наконец-то эти дни съемочные. Наш проект юмористический, ну вы в курсе, я надеюсь. И мы все время игнорировали такое явление, как 1 апреля, день дурака и день смеха. Поэтому сегодня про это мы и будем говорить с жителями нашего города. В общем, все в тему, будет очень много юмора. Это проект ОКГУРИСК. Поехали! Ну я вас видел, пожалуйста. Отлично, все. Мы снимаем к 1 апреля выпуск. Как говорится, 1 апреля же день дурака. Вам когда им встречались, дураки? Дураки, как говорится, это русская исконная традиция. Иван Дурак, наш национальный герой. 10 рублей у вас. Вот еще у вас один. Короче, кандидат можно снять. 1 апреля принято разыгрывать. Вот мой друг, он отошел. Я его постоянно стебу. Вы можете подойти, его обнять и сказать, у меня коронавирус. Так он же знает. Нужно пить всегда водку. От коронавируса водку надо? Ну тебе, да. Кому-то прививка, тебе водку. Давай, чувак, слушай, тебе можешь денег дать. Так он и попросил же денег. Да? Да у меня много-то нет, короче. Ну, 200, да. Телеканал Жадность ТВ. На, держи. Только на вакцину, не на водку, на вакцину. Так это и есть вакцина. Водка, вакцина? Да. Хватит, чтобы привить всех друзей ваших? Да. Во время интервью вы стали героем в глазах у людей. Видите, денег дали. Да, нет. Или вы разыграли, они из банка приколов? Почему? Нет, обычно. Вас вообще встречались дураки? Вот как раз мы одного часа обсуждаем. Почему он дурак? Он выпендривается как бы очень много. У него очень много дел, как бы. Это типа друг ваш? Друг, кореш? Это близкий друг, близкий кореш. Который сливается постоянно, видимо. Который сливается, у него вечно дела, суета. По факту, ты чего не можешь об этом рассказать? Да, который прикрывается, знаешь. Не угадай, может, он каблук? Слушай, есть отчасти. Есть отчасти, есть отчасти. Девушка появилась, да, он молодой, холоднокровный, но у него появилась девушка, и все, он смягчился. И все, он потерялся, ни работы, ни дела. У него, говорит, куча дел, 2-4 на 7. И тут каждый вечер я могу додолбиться с делами, по 4 часа с девочкой разговариваю. Копить, у вас накипело прям. Это как мстец. Чем вы вообще занимаетесь? Первый курс банковское, делаем 4. Ты потом будешь звонить всем и говорит, у нас есть предложение, вам одобрен кредит. Вам одобрен кредит, да. Нужно набрать с обратной стороны, рассказать мне эти три цифры, да. Так, а ты где работаешь? Я работаю поваром. Повар, дураки тебя встречали? Да, короче, был, короче, один классный чувак. Я ему сказал в блендере сделать омлет. И он, короче, туда уронил шайбу и включил блендер. Ну и, короче, он сломал блендер. Типа хоккеист был? Я не знаю, кто он был, он был дурак. Ты прям вспомнишь какую-нибудь прям дурачка? Вот в армии, допустим, всегда, да, есть компания. Человек, допустим, 20. Из них человека 2-3 всегда, ну, штык-нож, да, украл. Бегал, кидался на людей, говорил, я вот не хочу служить, вы меня все гнобите. Тебе за это ничего не было потом? Нет, мне это лично нет, я как бы увидел эту ситуацию. Увлечения у тебя какие-нибудь есть? Да, спортзал, я люблю ходить. Есть же стереотип, чем человек накаченнее, тем у него проблемы немного с интеллектом. Да нет, кстати, я бы не сказал так, что вот он, если прям все большое, такой качок, он дурачок. Ты качок? Нет. Не дурачок? Не дурачок. Не качок, не дурачок. Не дурачок, вот, да, золотая середина. Хочется, чтобы в кадре был мужчина с собачкой, у нас ни разу не было такого. Чем вы вообще занимаетесь? Вы как-то отдыхаете, прям видно, что вы живете. Немножко на пенсии вышел, чуть-чуть отдыхаю. С момента, как вы вышли на пенсию, вы, мне кажется, так и стоите здесь с собачкой, просто наслаждаетесь жизнью. Я наслаждаюсь, да. Если не секрет, где вы работали все это время? Часовым мастером, 52 года. Неужели никто вас не обманул? Вместо спасибо отругают, это было, да. А вы специально хоп и часы неправильно настроили ему? Нет, это женщины обычно, они такие. С вами пытались хоть раз расплатиться как бы не деньгами? Бартер? Ну, я ему сказал потом, что о нем думают. Мне не нужны твои наркотики, да? Нет. У меня есть. Мы встретили Сергея Мезенцева, кто знает, тут поймет. Вам когда-нибудь встречались дураки? По моей профессии у меня каждый день дураки. Вы дураковед? Юридический. Дураколог. Дураколог, да. Дураколог. Юрист? Да. Самый дурацкий запрос, который тебе был? У меня был клоун. Я сначала думал, это розыгрыш вообще, в принципе. Потому что он приехал, у него здесь был цветочек на этом. Гвоздика такая красная. Короче, ему выговор влепили за то, что он клетки не убрал животным. А ты сказал, типа, где ваши документы? И он такой, тат-тат-тарадарадай начал такой таскать. Нет, он со мной поздоровался сначала. Был чувак, который хотел выселить собаку, жены, но квартира жены, собака с жены, а они в разводе. Во время судебного процесса прям, бывали прям броки, которые прям... Была одна ситуация, которая меня вообще убила, была женщина... Как это, если ты живой сейчас? Ну, покоробила. Есть процесс, да, судебный? Он должен идти по регламенту. То есть соблюдать тишину, говорить, когда тебя спросят и так далее. Была женщина, которая... Ну, она устроила жесть. Она кричала, перебивала. Судья не выдержала и вызвала судебного пристава исполнителя. И он сидел рядом вот так с ней, все судебное заседание. И как только она открывала рот, он поворачивался и говорил, вот так же. Пустя, может, пытались сделать дурака. Типа на бабки пытались кинуть. Чувак, верни мне, ты мне еще должен 5 тысяч за развод. Ты мне так и не вернул. Нет, я обращаюсь, а многие смотрят. Верни мне бабки за развод. Мясом я не беру. Он поймет, про кого он будет сказать? Да, он смотрит нас. Он занимается мясом. Можно воспользоваться бесплатно консультацией? Мне часто пишут тоже, это моя боль, часто пишут, типа, удали. Как раз вот юрист стоит. Слушай, ну, тебе лучше первоначально сразу, чтобы это было заснято на видео. Типа, я такой-то, такой-то, здрасте, ничего, мы его снимаем. Там они такие, кивают, все. Во-первых, у тебя известный блог, правильно? Я понял, да. Короче, в любом случае меня подтянут. Если я с тобой заинтересуюсь, но как бы захотят, поэтому... Контактам всяких случаях стать... Сухари, сухари я тебе буду носить. Как найти тебя в Инстаграме? Мистер Побережный в Инстаграме. Мистер Побережный. Блин, хера так, уважительно. Какое максимальное наказание за это возможно? Ну, годик тебе впаяют. Годик? Да. И вот если я после этого... Ну, первый раз, если ты, ну, как бы, если ты первый раз, ты раскаялся, у тебя там есть какие-нибудь на поруках у тебя больные родственники. Я поплачу, да. Там дети. Скажу, что у меня мало просмотров, мало подписчиков. Дети, тебе надо кормить детей, там, пять детей ты за это время успеешь усыновить. Ну, может, тебе дадут условно. Ну, смотри, если мне дадут годик, но я обращусь к мистеру Побережному, В целом, на что я могу рассчитывать? Ну, условку ты можешь рассчитывать. Все. Вот и скажешь, ну, на два года. Как известно, 1 апреля, типа, день дурака. Вам встречались дураки? Да. Живу. С одним. С дураком? Да. Отец? Пап, прости, пожалуйста. Ты знаешь, я это в шутках сказала. Как будто мы снимаем выпуск в опрощенное воскресенье. По-серьезски, типа, вот прям какой-то дурачок, прям вот вы запомнили до сих пор. Шутки не смешные. Шутки ведет тебя не так. Одноклассник, типа? Да. Ну, вот, да. В классе много дураков? Ну, все. Да. Дай угадаю, сидят на задней парте, да, наверное? Нет. Нет. В последних партах сидим мы. Можно вас немножечко отвлечь? Бога ради. Не найдется мелочи у вас немного. Дойдет. День дурака. Вам, когда-нибудь встречались дураки? Да. Сегодня, вчера, когда-нибудь? С дураком. Не, ну, это ты, типа, как бы любя. Я имею в виду, именно, типа, прям дурак. Я в херню сделал. Ну, так вот она так сказала. Ну, да. Что последнего он прям сделал такой, прям дурацкой? Он поехал в центр и купил, короче, пистолет пневматический. Приехал домой, стрелал с него с балкона. Просто так, по приколу, стрелал с балкона. Так, не дури, парень, положи на пол. Не, пистолет, не. На нас соседи, пожалуй. Пожалуйста, соседи. Когда говорят, у меня голова болит, Ксюша, уберись на кухне, пожалуйста. Ну, ты пока ведешься, да? Да. Не только день дурака, говорят еще день смеха. Я буду читать вам шутки, ваша задача не засмеяться. Кто из вас больше будет смеяться, тот дурак. Все, вот так вот мы связали. У одноногого мальчика все дела шли наперекосяк, потому что он постоянно вставал не с той ноги. У одноногого мальчика все дела шли наперекосяк, потому что он постоянно вставал не с той ноги. грустно так есть пока 10 у рыбака был амфетамин поэтому его унесло на льдине дважды на нудистском пляже сразу легко понять холодная вода или нет жиза узнался в ларьке где продают яйца было так тесно и душно что продавщица высидела 3 птенцов знакомая сторож в туалете сперва делает предупредительный воздух отец футболиста артема дюба единственный мужчина который одновременно вырастил сына и посадил дерево мальчик на уроке физкультуры так реалистично показал березку что у него распустились почки мальчик на уроке физкультуры так реалистично показал березку что у него распустились почки короче во все что угодно можно говорить да бомжу сделали прививку манты попросили не мыться три дня. Кстати, классный розыгрыш. Только три дня не мойтесь. Буратино выучил всю Камасутру, но так и остался бревном. Очень толстый мальчик, который в первый раз прыгал с тарзанки, в последний раз прыгал с тарзанки. Весь прошлый год Михаил разыскивал убийцу своей тещи, но так никто не согласился. Мама 15-летнего Вадика решила дать ему чуть больше свободы и отрезала пуповину. Ну, прикинь, 15 лет с пуповиной ходил. Очень сильная курица одним разом снесла яйцо и курятник. На Масленицу очень страшная девочка, постоянно двигалась, чтобы ее не приняли за чучело и не сожгли. Ты так кивнула. Жиза. Некрасивая кассирша супермаркета перед свиданием спрашивает, пакет нужен? На свой день рождения Петя загадал желание и задул все свечки. После этого в церковь его не пускают. Гимнастка вышла замуж за 70-летнего олигарха. Это был ее второй взрослый. Все, и последнее. Моргенштерн высморкался и Шазам нашел его песню. Вот это вот прям, прям в точку. Все, получается, она один раз засмеялась. Ты выиграла. Ты и мой раз засмеялся. Кто больше всего смеялся? Мне кажется, ты, да? Все, ты официально дурак теперь. Как вы думаете, кто из вас дураком был? Он больше всего, он чаще смеялся. Он мой брат, поэтому он дурак. Тебе все равно еще посуду мыть, тебя еще мама разведет. Тебя еще мама разведет дома. Меня дома ждет. Можно немного вас отфлеть? Что-то вы снимаете там? Клип вы снимаете? Клип вы рэперы? Конечно. Айтюнс, ванка, айкью, вк, такая же схема, ванка, айкью, ищите меня. Вам встречались когда-нибудь дураки? Я в зеркало сегодня посмотрел, встретил. Из вас когда-нибудь пытались сделать дурака? Я чуваку делал бит, все, я ему все скинул, и по итогу меня обманули. Ты ему бит, а он тебя наебит. Именно, абсолютно. Вы такие современные ребята в интернете, как-то это, юзеры. Есть такое явление, пословица, поговорки. Мне кажется, надо как-то обновлять их уже, современные же сейчас поколения. Я буду говорить вам начало поговорки, типа современные, а вы должны просто добить. А что приходит на ум? Один айфон хорошо? А две почки лучше. Не имей 100 подписчиков? Имей 100 рублей из донатов. На Wi-Fi надейся? На Bluetooth рассчитывай. Встречают по аватарке? Прощают по аудиозаписям. Ой, кстати. Старый хэштег? Новый хэштег. Ау. Это статус получился какой-то. Не так страшен TikTok? Как этот, Даня Милохин или как-то ее. Любишь Clubhouse? Не люблю. Живу сейчас в Москве уже около полтора года и смотрю вас. Тебе настолько не нравятся наши выпуски, что в Москву переехал. Да, ты угадал. Тебя как зовут? Батон, ну так проще. Ну, Риле проще. Ты просто не понимаешь, что так проще. Я всем это показываю. Я чокнутый человек. Ты реально колол батон? Да. Кликуха с детства. План и батон. Там два кореша были. Мы на радио делали свою передачу. Что-то был план? Да. Давай плану передадим привет. План, если ты это увидишь. Братан, ты знаешь. Желаем тебе быстрее по УДО выйти. Бля, его еще пока не посадили. Тебе встречались на пути жизненном дураки прям. Дурак вообще своеобразное понятие. Ну, потому что, ну, сказать, что человек дурак, возможно, просто он еще не раскрылся в этой жизни и не нашел себя. Умный, смотри, в очках стоит, умный, выпендривается. Ну, дурак это как бы это философское понятие. Был в школе один дурак. Никто не балуется, он один начинает баловаться, его никто не поддерживает. И вплоть до того, что его там выгоняют с уроков. Такой себе препод, да, был? Ну, да, препод вообще странный. Пословица-поговорки. Их явно придумали не глупые люди. Надо же немного, мне кажется, уже их современить. Рубрика современной поговорки. Один айфон хорошо? Десять это у мажоров. Не имей сто подписчиков? А имей тысячу. На Wi-Fi надейся? Но 3G покупай. Сколько сториз не снимай? А контент не выпилишь, если посты не делать. Два раза в один рек? Ох ты, а я понял. Ты поколение более старшее. Ты не тиктоковская, давай. Рекомендация, типа. Не так страшен тикток. Как инстаграм. И последнее, последнее. Что у пранкера на уме? То у него, наверное, и в действии. Все. А мы снова выходим в телеэфир. Ну что, переход ТВ. Добрый день, телеканал Розыгрыш ТВ. У вас спина белая. А, нет. Все, все, извините. Телеканал Руки Верх ТВ. Он тебя целует? Ну, например. Говорит, что любит? Да. А ночью обнимает? Да. Сердце прижимает? Именно. А я мучаюсь от боли. Привет, телеканал Хейтер ТВ. Что, скатился? Да, нормально. Все, отписка? Да. Давайте. Телеканал Повтор ТВ. Зачем ты так делаешь? В смысле? Тут? Зачем? Что я делаю? Повтор ТВ. Не знаю. Не делай так больше. Хорошо, постараюсь. Дамы, добрый день. Можно буквально один вопрос вам задать? Парни, привет. Можно мы буквально пару вопросов вам зададим? Можно вас немного отвлечь? Можно вас... Нельзя? Все, спасибо. Можно с вами немножко пообщаться? Не против? Можно? А я не к вам. Я мимо. Добрый день. Телеканал Вахтеры ТВ. Тебе не нравится дым? Дым какой? Черт с ним. Вопрос извечный. Зачем да почему? Вам дым. Просто дыкопаться надо. А эти ночи в Крыму теперь кому? Какие ночи в Крыму, блин? Я в Калининграде. Ребят, вы что? Давай вот так просидим до утра. Ну еще пока только начало дня. А кто мы и откуда? Я с Мурманска. Добрый день, телеканал Постанова ТВ. А можете что-нибудь танцевать? Телеканал Постанова ТВ вообще не ожидали. Телеканал Реклама ТВ. А вы знаете, что компания БПК Экспресс осуществляет доставку товаров из любых торговых центров Москвы, в том числе и Икея? Оказывают услуги домашнего переезда из Калининградской области в другие регионы России. Закажи груз любой сложности прямо сейчас и через 3-4 дня он будет у тебя. У меня. БПК. Почта значит быстро. Может так? Что-то что-то так делать. Ссылка в описании. Телеканал Шляпа ТВ. Смотрите нас? Да, я в шляпе как раз. Смотрите нас? Ну иногда бывает, да. Получается не шляпа. Телеканал Шляпа ТВ. Смотрите нас? Конечно. Знаете нас? Конечно. Серьезно? Черт. Мы снимаем выпуск про 1 апреля. День дурака его обычно называют. Вам встречались дураки в своей жизни? Пошли дураки. Чем вы занимаетесь? Если не секрет. Чем занимаетесь? Бизнесом занимаюсь. Мы в розыске? Только честно давайте. В федеральном розыске. Нет. Вы же олигархи, да? Нет. Не олигархи, но... Закрывайтесь. Сзади 20 килограмм мяса у меня за спиной. Шляпа ТВ. Да, шляпа ТВ. Шляпа ТВ. И теперь вы должны носить по очереди. По очереди. Как получать удовольствие от жизни? Вот там вот сидят, смотрите, хмурые люди. Мы одного из них закопаем завтра, если он сам не закопается. И через три дня его выкопаем. Люди, улыбайтесь. Просто улыбайтесь. Говорите друг другу приятные вещи. Например. Закопаем завтра, если он сам не закопается. Все, шляпа ТВ. Шляпа ТВ, привет. Ну что ж, ребята, надеюсь, что в День смеха вы немного посмеялись над нашим выпуском. Что хочется сказать? Не будьте дураками, не ставьте дизлайк, распространяйте наши видео, это законно. Все, а у нас уже конкретный просто холод ТВ. Поэтому мы с вами прощаемся, но ненадолго. Все, пока. Все, вводи куда-нибудь туда. На озеро. Да не, не, на озеро куда-нибудь туда. Субтитры сделал DimaTorzok